Привет! Вы на канале про продукт, как разными способами сушить малину. Малиновое лакомство радует людей разного возраста. Вкус сочной и сладкой ягоды знаком с детства всем. Природный витамин выращивается на садовом участке или приобретается на рынках. В свежем виде, в магазинах продают замороженные ягоды. Малина полезна и как лекарство при многих недугах. Поэтому будет полезным запастись этим даром природы с лета, заморозив, законсервировав или засушив его на зиму. Сушка помогает хранить ягоды, малины 2 года. Рекомендации, как сушить малину в домашних условиях, помогут сохранению здоровья при периодическом использовании вкусного витаминного продукта. Подготовка к процессу сушки. Недоспелые ягодки будут долго сохранять свою форму, лучше не дожидаться, пока малина перезреет. Ягода хорошо впитывает и выделяет влагу. Собирать ее лучше, когда на улице будет сухо и ясно. Дождь или роса потребует подождать со сбором урожая. Сочные ягоды перед процессом сушки никогда не моют, иначе они раскиснут. Собирая малину на зиму, аккуратным образом избавляются от плодоножек. Совет, чтобы ягода не дала сок и не превратилась в кашу, нужно разобраться, как правильно сушить малину, для этого потребуется хорошая вентиляция пространства. Ягоды не рекомендуется складывать плотным слоем, между ними должно быть расстояние. Методы естественной сушки. Есть разные способы, как сушить малину. Можно воспользоваться обычными бабушкиными рецептами, а можно выбрать современную методику. Из естественных лучше воспользоваться двумя простыми способами. Под лучами солнца. Берется решетка, плотная бумага либо светла ткань. Можно использовать марлю. Сушить малину следует, разложив в тонкий слой на поверхности. Высушить продукт на зиму получится под солнечными лучами в месте, где нет сильного ветра. Обязательно просушить малину с каждой стороны, для этого через непродолжительное время дары природы переворачивают. Чтобы в продукцию не попала влага, вечером обязательно заносить тару с ягодой в дом или сарай, где сухо. В утренние часы поддоны вновь выносятся на улицу. Сушить малину этим методом предстоит около 7 дней. Быстрый естественный способ сушки предполагает нанизывание ягодинок на нитки, которые развешивают в месте, где много солнца, чтобы процесс происходил быстро. Следует собирать с ягодных бусинок росу, но лучше не оставлять их на улице ночью. Для правильного равномерного засушивания периодически ягодинки перебирают на ниточки. Методики искусственного засушивания. У механической сушки много помощников. Можно заготовить продукт на зиму, поставив на щадящий режим 40 или 60 градусов в духовку, через короткое время помешивая малину и открыв дверку шкафа на пятиминутку. На процесс потребуется около 8 часов. Духовка отключается, и высушенные ягодки перекладываются в емкость для дальнейшего хранения. Сушеные на зиму малининки можно приготовить, применив электросушилку, в которой имеется вентиляционный аппарат, источник, подающий тепло и лотки, для того, чтобы сушить ягодную продукцию. Дорогостоящие модели имеют устройство, регулирующее температурный режим. Наличие термостата и двойных стенок, чтобы энергия использовалась эффективнее. Хозяюшке почти ничего не нужно делать, а времени потребуется всего 5 часов. Как сушить ягоды быстро, знают владельцы микроволновок. Берется плоская тарелочка, на нее рассыпаются малининки, а между ними прокладывается льняная или хлопчатобумажная ткань кусочками. Емкость ставится в печку на время, которая будет зависеть от того, сколько продукции в тарелке. Единовременно длительно сушить нельзя, лучше разделить процесс на небольшие периоды. Сушка малинового листа. Как сушить листья малины на зиму, если в холода хочется заваривать ароматный малиновый чай, знают не все. Сложного здесь ничего нет. Погоду для сбора листиков выбирают сухую. Лучше всего подойдет утреннее время, но когда на кустах высохла роса. Листья должны быть ровными, пятна и дефекты на сборе не присутствуют. Микроволновку и духовку лучше не использовать, чтобы сохранить все полезные свойства высушенных листочков. Выбирают теневое, вентилируемое место на улице и на поддоны выкладывают тонкие слои продукции, которые периодически переворачивают. Как хранить сушеную малину. После того, как ягода высохла, ее помещают в пластиковый контейнер либо мешочек из хлопчатобумажной материи. Хранят засушенные малининки в условиях комнатной температуры. Влажность воздуха должна быть оптимальной. Применение высушенной малины широко. Она идет как натуральный подсластитель кулинарной продукции. Из нее готовят чай при разных заболеваниях. Ее могут употреблять диабетики. Зимой пригодятся и сухие листочки малины для чая. Отвар поднимет иммунитет и поможет в борьбе с разными недугами. Хранить продукцию следует в тканевых или бумажных мешочках, можно и в посуде из стекла или пластмассы при плотно закрытой крышке. Понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на канал.